так добрый день друзья сейчас буду делать прямой эфир жду когда несколько человек подключиться не забывайте ставить лайки ставить свои комментарии делать перепост вот смотрю все подключается будем сейчас сделать эфир иисус есть как говорится христос молился чтобы господь открыл вам духом святым духовное понимание всего этого чтобы были разрушены все темные силы чтобы пришла бог бог открыл слепые глаза глухие уши чтобы укрепил силах сильных и чтобы слабым дал силу расти духовно и так вот я вижу 16 подключен дальше будут подключаться и так друзья смотрите я говорил о том что будет сегодня эфир меня хорошо слышно вот все говорилось что сегодня будет эфир вчера у меня был достаточно такой насыщенный день мне позвонил один человек еще два дня назад увидел что мы делаем ну как бы прославляем бога сняли квартиру дом имеется ввиду и там проводили духовное сосредоточение и в итоге один не позвонил парень гид хочу с вами познакомиться и вот как говорится я с ним один раз встретился и вот после вчера тоже встречался утром и когда я пил кофе ко мне подошли люди два человека и представились сотрудниками фсо когда я попросил их предоставить корки они как нет мы просто хотим просто поговорить поэтому точно сказать фсо или нет я но об этом не могу сказать это с их не слов ну и соответственно дальше пошло пошли просто такой милый такой хороший душевный разговор это андрей владимирович мы много о вас хорошего знаем слышали но видим что вы в сочи сделали вы начали делать активную допустим свою деятельность но она не желательно на территории сочи то есть желательно чтобы вы прекратили эту деятельность на территории сочи и желательно чтобы вы уехались с города сочи то есть меня гражданин российской федерации мне говорят где мне жить а где мне жить вот на что я просто сказал ну ребята я настолько заинтригован что даже хочу переехать уже в сочи ну а то что я делал так и буду делать то есть мы обменялись то теплыми дружескими взглядами а потом было еще несколько фраз и потом перешли на собеседника и сказали его по я по имени сказали но мы желаем советуем тебе не помогать андрей владимирович у него и бизнес здесь не получится ничего не здесь не получится у тебя двое детей так что береги себя естественно здесь рождается разные мысли мысли которые рождается ну вот этого парня я не знаю может быть обычно это самые сотрудники как его их часто называют детского мира они работают прямолинейно подки подсылают какого-нибудь казачка который старается втереться в взаимоотношения а потом сливает им информацию ну в принципе этот парень сразу там принципе иска говорил давай я хочу у вас на богослужение хочу во все там встречи где там с боксерами с другими ребятами там ну тусуешься хотел познакомиться на что я сказал говорю мы только сейчас познакомились давай строить отношения там уже будет видно ну и через неделю вот так пошел не могу сказать что он засла засланец или как я часто шучу засранец скорее может быть он действительно попал к гц случайно но мысли меняйте как говорится не покидают вот теперь хочу сказать сегодня поговорить на три вещи то есть все она же вас интересует в принципе что как я чувствую как я на все это смотрю как вам на все это смотреть узнать мою точку зрения она может быть с чем-то будет согласна с вами может быть с чем-то она будет не согласна с вами но каждый имеет право на свою точку зрения я вам расскажу свою точку зрения как духовный человек 22 года уже являясь пастором и у меня уже таких таких на протяжении 22 лет таких ситуаций было море и куча то есть и также засылали человека который якобы скрытой камеры снимал потом все высылал потом приезжали сотрудники и обыски делали в квартире у меня и обыски и церкви делали вызывали лидеров на допросы длили на меня грязь и у них было желание там разрушить церковь но ни один лидер не ушел если простые прихожане кто-то и пугался но лидеры не ушли то есть и через какое-то время и простые прихожане опять прилагались к церкви вот поэтому эта ситуация для меня не шокирующие почему потому что когда вы прибываете в ученичестве вы должны знать течение благой вести течение благой вести и течение благой вести заключается следующим надо всегда понимать когда иисус родился и был еще младенец ирод уже сразу хотел убить но когда он уже пришел в силе духа совершенный совершеннолетие в 30 лет он уже начал безбоязненно проповедовать евангелие и разные о нем делали их клевету его провоцировали как фарисеи как саддуки и как обычные люди то есть то мама там у твоя пришла ты иди к маме а он маму его не уважает то надо ли платить подать кесарю его хотели когда он трактовал священное писание что ныне исполнилось и писание хотели сбросить со скалы его хотели думали что во время когда к лазарю пойдет его убьют то есть мы видим что ученики даже часто с иисусом они всегда думали иисус тебя убьют тебя же там искали убить это сама ты идешь и вот мы пойдем с тобой тоже умрем но он говорил что нет еще не то время не тот час не пришло это произойдет по воле господне но в свое божественное время свое божественное расписание и мы знаем что иисус 1 умер на кресте но дальше мы видим что как бы родилась церковь и если мы посмотрим даже до дальше на на деяние то ученики 500 учеников когда узнали в чем миссии их не жизни они в итоге начали молиться деяние 1 8 и деяние 1 14 то есть все единодушно собрались их там в принципе осталось 120 человек так вот но вы должны всегда понимать три аспекта которые я всегда говорю первое это духовное надо получить образование потом иметь финансовую грамотность и политическую грамотность я по этим трем вещам сегодня вам в принципе расскажу как я на все это смотрю но первое это духовная грамотность надо всегда понимать что дьявол всегда будет противостоять течение благой вести и когда ученики в деянии второй главы вышли начали безбоязненно проповедовать то три тысячи человек а приняли евангелие да они ежедневно пребывали в учениях наставления в молитвах по домам хваля бога и преломляя преломляя хлеб и бог господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви то есть три тысячи человек это очень большое это все большинство из них было паломников и надо всегда понимать что в то время города города не были такие как сейчас у нас там 600 миллион два миллиона человек города там были на стран достаточно небольшие там 20000 50 тысяч редкие города которые достигали больше 100 тысяч да и поэтому и ну представьте если допустим в городе 50 тысяч и 3000 человек покаялась то это большое конкретная сила да и евангелие стала распространяться и учить естественно тогда была государственная религия это государственная религия то иудейская которые занимали очень сильные политические посты и это конечно стревожило религиозных лидеров и они начали прилагать санкции и мы видим следующее что через некоторое время убили стефана да и здесь вот многие меня могут сказать вот пастор андрей вот и популист и как говорится вот на всех этих вещах хайпишься пытаясь как боится привлечь определенных людей но я хочу сказать другой мой момент другой момент почему потому что я смотрю на благую вещь с такой точки зрения когда я стеф она того же схватили стефа на того схватили привели в суд он могу просто оправдаться ну что он делал суде он начал смело проповедовать благую вещь он начал смело проповедовать влагу весь и в принципе там его убили но когда он проповедовал там был апостол Павел, будущий, он был Саввом, будущий, ставшийся впоследствии апостол Павел. То есть через судилище, в Дублаграе, весь дошла до элиты, то есть до человека, который в царского рода воспитывался у ног Гамалиила, очень грамотный, который любил Бога и хотел, чтобы Божья воля совершилась. То же самое мы видим и во время апостола Павла, когда его растянули, побили, и он сказал, меня римского гражданина бьют, я требую суда кесаря. И мы знаем путешествие Павла, и в этом путешествии, когда он был заключен, мало того, что и он людям, которые вокруг себя проповедовал, и в темнице уже проповедовал царю Плескили. Ладно, Бог с ним, с этим царем, он проповедовал. И в итоге проповедовал Дому Кесаря. И потом одно из посланий он говорит, что приветствует вас из Дома Кесаря. То есть иными словами, мы должны понимать, что если ты в мотивах действительно сосредоточен проповедовать Благую Весть, то она должна достигнуть высшего саммита. И мы всегда должны понимать, что когда Павел, допустим, входил в Эфес, он говорит, я сразился со зверями эфесскими. То есть это нереально звери вышли, это была духовная брань. Он сразился со зверями эфесскими. И впоследствии мы что знаем, видим, что открылась сильная эфесская церковь, которая в принципе и совершила, совершила течение Благой Вести. Павел, апостол Павел, его церковь совершила намного. То есть иными словами, духовными в глаза, когда мы глядим, мы должны всегда понимать, если ты действительно сделал Христа Хозяином, ты не станешь совершенным. Но ты будешь нести благую вещь, что Иисус разрушил дела дьявол. Ты будешь прозвать в духе. И мы должны знать, и в Ифесянам 2 глава написано, что люди, написано, дьявол, господствуют духи и действуют в сынах противления. То есть он действует через людей. А дух, понимаете, есть духовные телефоны, когда бесы, они созваниваются и, как говорится, говорят, тут парень пришел с Благой Вестью, тут апостолы пришли с Благой Вестью. Они выгоняют людей из наших жилищ, из наших домов. Они разрушают проклятие. Они дают свободу. И как в Писании написано, что один демон, если выйдет, он мучается, ходит по безводным пустынным местам ища покоя, а потом идет и берет 7 бесов, чтобы вернуться. И тут, вы представляете, 20 человек, больше 20 человек приняли Благую Весть, разрушились в проклятии. Они наполнены святым духом. И, естественно, в Сочи, а в Сочи, вы должны понимать, это стратегический город нашей страны. В Сочи находится в массе своем. Тут отдыхает президент, тут отдыхает все правительство. Тут очень многие олигархи построили, купили себе яхты, богатые люди, тут их семьи. Сочи, Москва, Питер – это одни из самых стратегических городов, таких сильных городов России. И, естественно, ко мне пришло, знаете, на самом деле, ко мне пришло не ФСБ, а представьте, как они представить ФСО, то есть это Федеральная служба охраны. То есть охрана президента, охрана ВИП-людей. То есть выше, ну вообще, ну как бы, людей нету. Да, и вот, и мы, и я вот такую вещь могу сказать, что вы, даже я иногда сам себя недооцениваю, стою, думаю, ну проповедовал молодежи, наполнили силу Святого Духа, показал, как мы имеем радость, Господи, и сразу же атака, сразу же движение со всех сторон. Почему? Это всегда было по благой вести. Это всегда, когда Павел начал проповедовать благую весть, его хотели убить, он в корзине спустился, да, кто-то даже пост взял для того, чтобы не будем поспать и есть, пока вот наш Павлик это не завалим, понимаете? То есть дьявол, он, понимаете, когда бесы выходят, да, что демоны всегда делают? Они бегут к старшим, князям, да, как написано, наша брань не против крови. Но против начальств, мироправителей тьмы, века сего, против духов поднебесных, против духа, который действует в сынах противления. Я прекрасно понимаю, я уже проводил много энкаутеров и много делал духовную брань, и, естественно, эти бесы, которые из людей вышли, они никуда побежали к жалобными, к начальствам, к властям, к мироправителей тьмы, века сего, духа, действующего в сынах противления. И начинают говорить, нас выгнали из дома, мы жили нормально, разрушали жизнь человека, кушали его страстями, похотями, жили, и тут нас выгнали. И, конечно, что князья говорит, кто там, кто там пришел? А, это божий человек пришел, который проклятие разрушает, который благую весть дает. Так это самое, подождите, если Павел, как говорится, будет своими речами, как говорится, так проповедовать, то разрушится Артемида Ефеская. Он же говорит, что деланным руками человека не суть боги, и разрушится неприверженно, и они возмущали народ, и собрали большие толпы, которые кричали, «Велика Артемида Ефеская!». То же самое говорили религиозный лидер, хотя он был Вадим Духом Божиим, когда сказал, если мы не убьем Иисуса, то мы потеряем власть над народом. То есть религия, она всегда хочет иметь власть над народом, чтобы поработить их, чтобы связать их, чтобы люди не были свободными. И о них Иисус говорил, «Ваш отец дьявол, ибо вы хотите исполнить похоть отца вашего, ибо он человеку убийца от начала, когда говорит, говорит он ложь». Естественно, мы должны всегда понимать в течение благой вести. Когда ты наполнен благой вестью, то куда бы ты ни пришел, будут разрушаться дела дьявола. Я убежден, что в городе Кемерово и в городе Сочи есть какие-то определенные предназначенные люди ко спасению, потому что именно там концентрация всего. Даже Кемеровская газета «Портал» написала дикие танцы, пасты, шабаш какой-то, шаманство какое-то, хотя, насколько мне известно, министр обороны Шойгу к шаманам обращается, как бы у него вера тувинская, он к шаманам обращается, что шаманство это какая-то, какой-то, ну, как бы сейчас с язычниками обращаюсь, какая-то неправильная, конечно, с моей точки зрения неправильная, но с другой стороны, если вы говорите, что шаманство это грех, тогда вы скажите тогда Шойгу там и тем людям, которые обращаются к шаманству, что вы вообще язычники, ребята, что вы грешники, что вы вообще там с бубнами стучите, там, поете, бум-бурум-бум-бум, у них тоже свои есть ритуалы, обряды. Ну, ладно, я ушел. Мы должны всегда понимать, чем сильнее давление, тем больше предназначение человека. И именно, если ты разрушаешь дела сатаны, дьявол будет жалить тебя в питу. Но, написано, мужайте, что я победил мир. Поэтому, с духовной точки зрения, я не популист, а с духовной точки зрения, я понимаю, что есть атаки, но если есть атаки, значит, ты разрушаешь дела дьявола, значит, что-то здесь происходит. И я всегда вас учил, чем сильнее противостояние, тем, значит, у тебя больше сосуд, значит, больше твое предназначение. Понимаете, если ты младенец, тебя надо скрывать. Но если ты уже духовно зрелый человек, ты можешь идти и наступать на змеи, на скорпионов и на всю вражью силу. Ты можешь менять культуру и разрушать дела дьявола в мировоззрении, в духе человека именем Иисуса Христа. И, естественно, я так это и вижу. Как духовный человек, я это так и вижу. Конечно, у меня жена смеется и говорит, ну, апостола Павла однажды арестовали, повезли в Рим, а потом, типа, голову, как говорится, отрубили. Ну, что ж, как говорится, все мы умрем. Если Бог мне не дал умереть от коронавируса, рано или поздно все равно мы все умрем. Так лучше умереть во славу Христа. Как в Колоссяном 2.3 написано, для меня жизнь Христос, и что? И смерть приобретения. То есть, надо жить Христом, потому что все мы умрем. Но не все, как говорится, воскреснем. Все мы спасемся, но кто-то как бы из огня позорное такое спасение. Баня однажды у нас загорелась, и люди из бани выбегали, чуть ли не как мать родила. То есть, спаслись, но как бы из огня. Но кто-то получит венцы. Поэтому трудимся, служим, верим, противостоим. Почему? Бьемся, бежим. Для чего? Для венца нетленного, который готовит нам Господь. И апостол Павел так и сказал, веру сохранил, течение совершил. Поэтому пойду получать венец, который приготовил нам Господь. Я за свои 22 года вижу следующий момент, что веру сохранил, да, я всегда уповал на Христа. Я не скажу, что я совершен, и нет совершенных людей. Люди пытаются увидеть во мне недостатки. Что ж, я могу вам дать мои трусы, и вы увидите, что там тоже есть свои коричневые пятна. Но праведность моя Христос. Понимаете, я не хочу говорить своей праведности. Праведность моя Христос. И поэтому, что бы вы ни говорили, какие бы вы там ложь, или клевету, или правду какую-то во мне увидели, что вот, что за такой епископ, что это. Знаете, как ее писательница Фаневская, все, что вы говорите за моей спиной, слушает только моя попа. Понимаете? Поэтому я так к это отношусь. Я смотрю на течение Благой Вести. На течение Благой Вести. Я вижу, что в Сочи оно начинает движение. Конечно, мне эти ребята назвали имена некоторых пастыров, и которые говорят, вот у них сейчас проблема, они в судах. Я позвонил некоторым пастырам, говорю, вот смотрите, мне о вас начинали говорить. Он говорит, Андрюша, пожалуйста, не упоминай нас в эфире. Мы по-тихому хотим все это сделать. Ну что ж, вы хотите по-тихому делать, идите по-тихому, ребята. Но я по Благой Вести видел, что люди, исполненные Духа Святого, они использовали противостояние как платформа для того, чтобы донести Благую Весть. И меня, честно говоря, друзья, удивляет. Иногда ты говоришь хорошее, сильное, духовное слово, которое говорит, как тебе надо наполняться духовной силой, как ты должен видеть духовную систему движения. И просмотров 700, 800, 200, 300. Но стоит выложить, как ты просто в духе пляшешь, славишь Господа, или какой-нибудь скандал, то сразу несколько тысяч просмотров. И это сегодня везде. Но мы, как христиане, поэтому я использую эту платформу, зная, что это сегодня эфир посмотрит много. И я хотел бы просто вам показать духовный взгляд, мой духовный взгляд, благую весть Христа, как на все эти вещи надо смотреть, и как надо на все эти вещи двигаться. И если возникает, не бойтесь, Библия говорит, поведут вас на суд. Но когда пойдете на суд, не заботьтесь, что вам говорить. Дух Святой внутри вас будет говорить, и всякий язык, состязающий с собой ягод пострамлю. Поэтому верующим не надо бояться идти в суд, отстаивать свои убеждения, свои права, мы российские граждане. Поэтому мое глубокое убеждение, что ты должен уметь противостоять всякой лжи, отстаивать свои убеждения, неважно на каком уровне они будут. Вот это мой взгляд. Потом второе, я вам сказал духовное образование, как идет течение Благой Вести. Сейчас я скажу политическое образование, политическую грамотность. Есть вообще в стране, есть четыре основных силы. Это сила власти, это сила, это экономика, это мафия, и это гражданское общество. Вот. И церковь может находиться, как говорится, во всех сферах, потому что священники могут войти в любые, в любые сферы. И однажды, когда я общался одним с ФСБшником, знакомым своим, я говорил, что вы там привязались, что это давно было? Он говорит, ну Андрей, ну смотри, ты спортсмен, тебя спортсмены все знают, ты знаешь, как спортсмены двигаются, ты бизнесмен, знаешь, как экономика финансов двигается, как бюджет составляется, как они зарабатываются, бюджет страны и так далее. Ты знаешь политическую экономику, ты прошел 90-е и знаешь, знаком с очень многими людьми из криминального мира, да, и ты учился в Российской Академии Госслужбы, знаешь, как управляется город. Сколько священников имеют, вот такой кругозор, такое образование. Поэтому ты можешь нести, как бы, послание всем. И мало того, что мы еще делаем структуру, ученичество, команда, у нас есть годовой завет, и естественно, когда мы смотрим, допустим, власть, экономика, мафия и гражданское общество, и мы должны понимать, что у нас происходит в стране, потому что ефесянам, опять же, 2-2, дух действует, цена противления. Вы должны понять, как Павел понял, что за звери ефесские, с чем. Иисус, когда осуждали блудницу, он уразумел, что в сердце фарисеев, он понял, что это, и поэтому он говорил. Поэтому, если мы проведем духовный анализ нашей страны, то мы видим, что сегодня власть, она как бы соединилась с мафией, то есть, имеет бизнес, а людей, людей, по сути дела, люди нет, на самом деле, народ, он бесправный. То есть, мы видим, как у нас относятся, куда у нас уходят деньги, где у нас олигархи, где это, куда вытекает, как говорится, богатство нашей страны, да, и мы видим отношение к пенсионерам, мы видим, как у нас в Кузбассе, да, у нас есть уже угольные бури, понимаете, открытые добычи угля, что, когда ветер дует, киселевск накрывает угольными бурями, да, мы в то же время видим, сколько этих уже сообщений, таких моментов было, когда инвалид замерз в своей квартире, потому что у них не было угля, понимаете, в Кузбасс, где много угля, люди у нас, инвалиды замерзают, где нет угля. Я также говорил в своих роликах, что выделяли средства, там, по-моему, 500 миллионов рублей, если я не ошибаюсь, на дома сирот, и должны были еще два года назад сдать, и я сейчас вышел, упустил этот момент, но в принципе сдали, не знали, не знаю, но знаю, что еще летом они не были сданы. Также вот я вижу, война с Украиной, как говорится, братский народ, христианский народ, а мы опять же бряться наружу, у нас люди голодают, у нас люди собирают по смскам, на операции детям, но кто виноват? Кто виноват? Виноват Навальный, виноват Фургала, виноват Матюжов, понимаете, который видит, что, как бы, духовная ситуация, что если бы, понимаете, от избытка сердца, говорят, уста, если у тебя внутри гордость, алчность, понимаете, если у тебя, как говорится, внутри бес сцедит, и который говорит, что ненавидит Господь, руки бегущие, пролитие крови, да, глаза гордые, язык лживый, человек стремящийся, кующий злые, злые замыслы, ненавидит моя душа, поэтому, естественно, надо, как говорится, разрушать дела дьявола, и чем разрушать, да, чем разрушать, только проповедуем Евангелие, смело проповедуем, молитвы в духе, поэтому я вас призываю, прежде всего, молитесь в духе, на разрушение, проклятия, твердынь, и чтобы Бог дал смелости, как апостолу Павлову, так и мне, так еще, может, не так много священников, которые смело могут проповедовать власть имущим, стоять на судах и двигаться, то есть, молите, чтобы Бог дал мне силы, именно противостоять все это духовные атаки, и со смелостью проповедовать Евангелие, независимо, что мне это будет стоить, но я знаю, что волос на моей, на вашей голове не упадет без Божьего ведома, то есть, в дни наши сочтены, Господь нас держит в своих руках, и говорит, ты победишь, восстанут 90-й псалом, на тебя тысячами путями, знаете, если вы смотрите эфир, уже, например, около месяца идет травля, сначала один там недоблогер, да, начал делать эфиры, мутюжов, там, алкоголик и так далее, не знаю, заказали его в ФСО, или он просто раскручивает свой, как говорится, ютуб канал, чтобы там с этого на хайпах, на скандалах, а я опять же говорю, скандалы и какие-то развлечения набирают больше просмотров, даже у верующих, почему, потому что верующие не хотят глубоко вникать в духовный мир, и это ваш минус, ребята, учитесь, вот, он начал это говорить, я смотрю, он даже смотрит в мои сторисы, опять ищет какие-то противоречия или еще что-то, чтобы сказать, вот, мы тяжелого поймали на лжи, о, на лицемерие, о, о, паренек, не слишком напрягайся, то это, самые штаны мокрые станут, вот, и так, не знаю, может быть, его заказали, может быть, это его, но, мы должны всегда смотреть духи, дух действует в ценах противления, дух действует, поэтому, дьявол поднимает людей, которые находятся в его власти, верующие, которые духовно слепые и неверующие, да, поднимают людей, чтобы восстать, да, как деяние третьей главы, восстали цари земные, да, на помазанника и на Господа нашего Иисуса Христа, и, но зря они замышлять, зря, понимаете, ничего не получится, ни одно орудие, сделанное против тебя не будет успешно, ничего не получится, благую весть невозможно остановить, и даже, если меня не станет, как Стефан убили, на его примере поднимется Павел, на его примере поднимутся сотни учеников, которые еще с большей смелостью будут проповедовать Евангелие, нам нужны герои веры, нам нужны люди, которые, как говорится, покажут, что смерти нет, друзья, есть Христос и его воли, надо просто проповедовать благую весть, невзирая ни на что, не смотрите на себя, смотрите на Христа, праведность ваша, Христос, и вот он этот недоблогер, кричал, кто приехал, сразу же я видел там вот эти мыльные, как говорится, желтая пресса, начало его ролик использовать в своих сетях, потом пришло в ВСО, и опять мы видим ролики, то есть мы видим духовную, спланированную акцию, для чего, для того, чтобы разрушить авторитет, восстановить течение слова, это с этим было, это происходило с Иисусом, это происходило с апостолом, когда их побили, где они 3 главе сказали, не проповедуйте об имени Иисуса Христа, вы же не книжные, вы же простые, а они что сказали, они сказали следующее, ребят, ну рассудите, кого нам больше слушать, вас или Господа, вот вас или Господа, кого больше слушать, ведь мы же пред Богом подадим отчет, да, ну может быть где-то и пострадаем сегодня телесно, но это не, это вообще мизер перед тем той славой, которая ждет нас на небесах, когда Господь скажет, молодец, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, если, ну мы видим, что если Христос не вовремя, средства и вера наша, тщетно, тщетно наше упование, мы знаем, что есть воскрешение из мертвых, и именно Иисус, тот, который разрушил власть сатаны, и церкви Господь дал именно это поручение, ни одной организации не было дано это поручение, разрушать дела дьявола, как только церкви, только церковь должна разрушать мировоззрение, культуру сатаны, поднимать голос за сироту, поднимать голос за мир, говорит, оскорбляет, понимаете, чувство верующих, да, что я пляшу в доме, где есть крест, а вас не оскорбляет, когда гомо, люди, скажем так, нетрадиционной ориентации, кресты себе на шее вешают и пляшут, вас это не оскорбляет, а вас не оскорбляет, что у нас в России построен храм вооруженных силы, там, как говорится, иконы, фрески о победе, я там не был, но слышал, что там люстры висят в виде гильз, в виде патронов, понятие, если Иисус говорил, завоевывайте мир, проповедуем мне в ангеле, то мы говорим, с нами Бог, мы будем убивать, это разве не оскорбление вообще, чувств верующих, я знаю, что меня смотрят не только протестанты, но и православные, православные, разве храм убийства, это не оскорбление, может быть лучше построить храм для врачей, которые спасают мир, может быть лучше построить храм для людей, которые действительно жертвуют своими жизнями, спасая людей, помогая, храм благотворительности, храм милости, может быть они храм войны, вот это вам не оскорбление, все с ног на голову, все с ног на голову, дьявол просто уже воссел на храме смеется убийство людей убийство на нашего братского народа убийство инакомысленный танцы это это все классно это мерзость в глазах господа покайтесь по рождении ехигины а не искажайте христа христос а он написано меру пришел принести милость а не осуждение убийство поэтому вам меня не достать ребята я знаю в кого вы хоть какие вы там видео там про меня снимите хоть какие публикации я знаю что свои ошибки моя жена знает поэтому и церковь знает поэтому они знают что я не себя про бедро христа потом распятого воскресшего вот эта вещь и мы должны вот опять же к политике сейчас вернусь мы сегодня должны понимать духовную ситуацию в политике мы видим что я очень сильно завладела именно элиты знаете если человек наркоман а у него и у него очень все плохо в семье по ну политика его жизни плохая в экономике что мы всегда делаем мы даем духовное образование потом не налаживается с деньгами и в итоге выстраиваться в нормальные отношения никодим который крал у людей когда христос пришел он сказал все что обволовал отдам если кого обидел там в несколько раз больше дам я мечтаю когда знаете христос постучится в двери чиновников христос постучится двери прокуроров в двери фсб шников или фсо шников двери министров и и просто придет и чтобы пришло вот это покаяние и сказал да все что у ограбили у людей все что ограбили у сирот у вдов у все что ограбили у пенсионеров у ветеранов все что разрушаем у нас разрушаем 7 у нас по миллиону вымирает все отдадим все восстановим потому что бог пришел пришел в мою жизнь и поэтому я теперь буду служить христу и мы должны всегда понимать наша главная задача проповедовать проповедовать безбоязненно естественно не все это могут поэтому его во время гедеона боязливые робкие по дома боязливые робкие по домам с 300 спартанцев появится я верю что через этот эфир некоторые подпишутся на канал но начнем взаимодействовать у нас появится команда где мы объединимся независимо от конфессии только христос и воли чтобы разрушать дела дьявола я знаю что однажды однажды а бог сказал до его расписание в его времени а россия будет свободная свободно атаков сатаны люди а чиновники другие сверх они получат свободу свободу во христе иисусе иисусе есть христос поэтому имейте политическое образование в библии не просто так написано когда пришел царь не боясь и бога народ израильских куда вошел в блудодеяние когда пришел царь боясь господа чтобы народ начал возрождаться бог начал поднимать и благословить страну и в мире очень много разных примеров когда действительно люди господу приходили особенно элита и приходила возрождение величие страны той когда они принимали благую весть до конца я не сторонник молчать я не сторонник не судиться я не сторонник бояться я всегда иду вперед на чем потому что сражение бой это это библейский в гостин встаньте противостаньте дьяволу и он убежит я противостою сейчас я знаю меня слушают я хотел бы вам просто и офицером и всем кто меня слушают ребята христос он другой другой и понимаете что такое быть честь офицера это не запугивать человеку который двое детей это не запугивает ли это место это ниже офицерского достоинства в этом не есть силу благородства в этом не есть величие величие это когда ты можешь простить врагов своих величие это когда ты можешь жертвовать жизнью ради людей это есть величие величие когда ты действительно перед богом склоняешься на колени они перед своими людьми которые разворовали страну а вы на коленях перед ними за косточкой и кусаете свой народ это не есть сила это позор я бы хотел бы чтобы бог пробудил вашу совесть чтобы ваш дух был свободен во имя иисуса христа чтобы к вам пришла победа во христе иисус есть христос поэтому друзья имейте политическую грамотность посмотрите обязательно они же до этого я стою себе куда вы пробовать называется куда мы идем а куда мы идем посмотрите учитесь потому что я знаю мы идем мы мы не просто рождаемся детьми божьими мы должны получить вот знаете я учил бы мы должны сначала получить найти внутреннюю свободу исцелиться что ты царевич понимаете если как в ангел а1 12 написано тем кто приняли его верующим во имя его дал власть называться чадами божьими но пока ты младенец ты ничем отличаешься от раба но когда ты вырастешь ты должен понять рак он всегда борется за миску получше чтобы возле хозяина ушко почесать тебе резиновую дубинку тебе корочку а тебе ушко чешут и ты в тя в тя в тя в тя в тя кого покусать это рабство это рабство ребят это радство это рабство вы служите не богу вы служите дьяволу вот ну когда поэтому рак он всегда будет за миску бороться но царевич он будет устраивать царство он будет формировать царство поэтому я молюсь чтобы поднялись духовно сильные люди которые будут не просто за миску за как говорится своей жизни и господи дай мне мисочку получше господь приготовил вам царство и поэтому во имя иисуса христа царствуйте понимаете формируйте разрушать и дело дьявола будьте смелы молитесь короче если даже сейчас у вас еще нет сил молите чтобы однажды пришла сила молитесь чтобы разрушились проклятие сатаны и вот заключение я вам хочу опять же что сказать сказать что это атака потому что есть предназначены это атака потому что не всем благую весь это так и котором потому что мечтаем чтобы разрушилась культура сатаны это атака и со мной кто-то и не согласится но как правило я знаю что те кто не соглашаются нет них нет в принципе большой миссии как правило они нету и мужества в жизни вот но сейчас я закончил свое послание как свой взгляд я по моему максимально ответил сейчас почитаю некоторые комментарии можете сейчас задать вопросы могу на них дать ответы вот сейчас погляжу некоторые петличку ниже на 5 сантиметров крепите громко сильно звук перегружу перегрузка микрофоны да спасибо большое мне так не сказали что петличку ниже были вот так что тут еще что тут еще напал своим ученикам был как не стыдись благорестование христова не меня узника его кому он был ученикам поэтому ребята не бойтесь не стыдитесь вашего пастора здравствуйте пастор вы прекрасно выглядите представляете купил рубашку новую как вы знаете некоторые скажут смотрите на десятины обобрал чтобы жить шикарной жизнью ну что ж спасибо за рубашку черный пиар тоже пиар согласен надо христианам учиться от вас пасы как вы своих решениях вы руководству не своим пониманием а примерами смелых героев веры из библии да абсолютно верно знаете течение все должно быть по его по благой вести течение деяния но продолжается ребята и если ваша жизнь не так как на как бог совершал в книге деяния то скорее всего вы делаете все это человеческой мудростью человеческими усилиями должно показано как быть пришло благая вещь ушел став пришло проповедование пришли ученики пришло гонение распространение пошло еще больше более смелые люди поднимались духовно сильно получали силу и в итоге ну где сегодня вот эта культура зевса артемиды эфесской этих римских идол где она они в гороскопы перри переметнулась но ничего не поменялось сейчас мы должны вас стану кабы восстановить благую весь так на войну с украина по всему миру идут ваши нефти переговоры наверно то не вижу вот аминь брать благодать с тобой говори об этом камни начнут врать рифу баре хвостки поет только дифирамбы сатане путину но путин во власти я считаю моё глубокое мнение во власть сатаны потому что сколько крови он пролил и как говорится и надо действительно разрушать власть сатаны над над кремлем это это факт стратегия судны подорвать авторитет да да но вы духовные зрелые люди должны эти вещи понимать аминь сус есть христос так точно я свидетель сильно в духе спасибо ребята жму руку аминь да будет благословенное имя господне на нашей земле аминь так кто за нас сильнее кто в этом мире спасибо пастор да вроде нормальный звук благодарю бога за встречу с эпохальным учеником христа аминь а как еще мир погибает так согласно с каждым словом аминь сделайте ребята обязательно лайки когда закончится этот эфир сделайте пожалуйста перепост пусть это слово люди услышат а услышат люди храбрые и взбодрятся понимаете когда гедеон победил кгц пришел к вере победил страх срубил это дерево к нему стали стекаться сильный давид к нему тоже стали стекаться сильные поэтому я верю что знаете не я один как господь это у меня еще семь тысяч человек которые не преклонили перед коленей предвалом я верю и поэтому возбуди храбрых на нужно поднять храбрых людей которые будут проповедовать смело чтобы голос правды вы кажется был слышен на улицах на площадях на на стенах на стенах города то есть во всех сферах дьявол он он боится изобличения надо изобличать врага надо говорить где враг где дьявол спрятался в какой стране мире живут наши дети что будет дальше если будем молчать согласен кричите делайте перепосты делайте много комментариев пусть это видео распространится восстановить благую вещь согласен как можно бояться стану когда с тобой господь мы в войны небесные нам нужно проповедовать евангелие нам нужно доносить до всех народов на всех уровнях андрей владеевич очень сильно в этом слове звучит правда ну что друзья люблю вас люблю вас посмотрите понимаете переговоры посмотрите этот эфир братья священники мое лично вам не молчите стефан не молчал павел меня римского гражданина бьют иисус на суде как говорится тоже говорил нету тебя власти надо мной и кроме той которая до нас выше они должны видеть и рассмотрел понимаете о ирод пилат смотрел глаза иисуса и убоялся его почему потому что он увидел что он не боится молитесь чтобы у вас была сила молитесь чтобы у вас была сила молитесь за пасторов которые преданно служат молитесь поддерживайте их финансами поддерживайте молитвы поддерживайте гостеприимством понимаете кто даст стакан воды пророку во имя господне получит награду господне поэтому пусть бог вас благословит всего вам доброго делайте еще раз перепод сделайте лайки делайте комментарии давайте чтобы это слово распространилось всего вам доброго друзья